Привет, мои любимые, дорогие друзья и подписчики, и красотки-подписчицы. И сегодня мы поговорим, какие типы контента бывают и что такое контент-план. Итак, контент-контроль. Каждый пост — это способ взаимосвязи с вашей целевой аудиторией. Наша главная задача — это вызвать реакцию у участника. Реакцию можно вызвать как положительную, так и отрицательную. Все вы это знаете. Если вы вызываете отрицательную реакцию, это не всегда плохо. Иногда отрицательная реакция привлекает огромное количество внимания, как, например, черный пиар. Вы наверняка слышали об этом. И негатив можно всегда направить в более позитивное русло. Плюс не забывайте, что, опять же, наша задача — вызвать реакцию человека. И если вызвать именно положительную реакцию, то люди будут отлично делиться вашей новостью. Какие же типы постов бывают? В первую очередь есть информационно-познавательные посты. Это посты, ценные для вашей целевой аудитории. То есть вы там даете какую-то информацию, которую они еще не знали. Если вы, например, ведете группу для фотографов, вы будете публиковать там посты про знаменитых фотографов, отличные фотосессии, фотоснимки качественные, много визуальной информации, и информацию, интересную именно для людей-фотографов. Следующий тип поста — это пост с авторским видео или аудио. Это тоже очень интересные посты, которыми отлично делится аудитория, если этот пост сделан интересно для них. Например, у вас прошел вебинар, и вам разрешают им поделиться. Поделитесь им. Это очень интересная информация, и с большой вероятностью ваша целевая аудитория и люди, которые сидят у вас в группе и не были на этом вебинаре, они обязательно его посмотрят, или хотя бы часть из этих людей его посмотрят. Опять же, это может продать ваш продукт. Следующие — это подборки авторских материалов. Например, у вас есть спикер, которого вы продвигаете. Допустим, он очень популярный. Например, есть такой очень известный оркетолог, которым я восхищаюсь, бизнесмен. Это Игорь Ма. И вы можете разместить несколько интересных книг, которые рекомендует Игорь Ма. Люди очень заинтересуются этим, потому что он является, к примеру, лидером мнения. Люди начнут этот пост лайкать, соответственно. Дальше — это статьи. Статьи, которые публикуются в журналах либо на вашем сайте. Например, на вашем сайте есть статья интересная. И вам нужно, чтобы люди пришли и прочитали эту статью. Что вы делаете? В ваших блогах делайте какие-то интересные вырезки на эту статью и делайте на нее ссылку на ваш сайт. Начать историю, на самом интересном месте ее оборвать и написать. Продолжение читайте здесь. Люди обязательно перейдут на сайт, и там уже будет задача раскрутить их на покупку. Далее. Есть также посты развлекательные. Это, например, притчи, тесты, списки. Например, топ лучших маркетологов. Это может быть все, что угодно. То есть контент интересный вашей целевой аудитории, то, что люди лайкают. Это может быть даже какой-то мимишный контент. Котики, собачки, которых лайкают, репостят. Но опять же, какие-то тесты тоже сейчас очень популярны публиковать. Тесты в соцсетях отлично расходятся. Плюс мотиваторы и цитаты. Это следующий тип постов. Это интересные цитаты знаменитостей. Например, мотивационные картинки, мотивационные тексты, которыми тоже отлично люди делятся. Но не стоит этим перебарщивать. Конечно, есть отдельные группы мотиваторов и цитат. Но если у вас не такая группа, а я думаю, что она, скорее всего, не такая, то лучше всего такие цитаты и мотиваторы публиковать где-нибудь хотя бы максимум два раза в неделю. Это максимум. Где-то так. Также есть посты интерактив, увлечения. Это игровое взаимодействие с участниками группы. Например, вы можете опубликовать пост, в котором вы будете играть в слова, к примеру. Или играть в города. Или вы можете опубликовать опрос на стене. Узнать, что именно людям интересно. Либо как вы считаете то-то, то-то, то-то. Например, как вы считаете, эта картина красивая? Не очень? И так далее. Как вы считаете, сколько стоит эта картина? Тоже очень интересно. Или любой другой вопрос, который вам бы, в принципе, хотелось узнать и который интересен именно вашей целевой аудитории. Необходимо вовлекать аудиторию в диалог, который интересен именно им. Плюс можно опубликовать серии постов. Например, придумать серию, в которой 10 постов о продвижении в интернете. Первый пост это будет СММ, к примеру. Вы его публикуете во вторник. Следующий вторник вы опубликуете пост про имейл-рассылку. Следующий вторник про продвижение и так далее, и так далее. У меня есть опыт, когда наши маркетологи делали очень интересные посты, когда брали людей, которые являлись адвокатами бренда, которые очень популярны в сообществе. Наши маркетологи брали этих людей и просили отвечать на вопросы наших пользователей. То есть, например, каждую среду наш профессионал, какой-то спец в том или ином вопросе отвечает на вопросы пользователей. Это очень интересно. Люди интересовались этим постом и всегда его ждали. Используйте, пожалуйста, этот вариант публикации. Вы можете публиковать, к примеру, если вы фотограф, какой-то альбом. Публикуйте ссылку на этот альбом, несколько фотографий и спрашивайте мнение об этом альбоме у ваших пользователей. Опубликуйте его с вашими лучшими работами. Узнайте, как люди реагируют. Например, опубликуйте 10 лучших книг, написанных тем-то автором. Основные типы контента. Есть вовлекающие посты. Это игры, викторины, загадки, опросы, сравнения. Их смысл в том, чтобы вызвать какую-то реакцию у участников сообщества, чтобы они ставили лайки, припостили, писали комментарии. В общем, участвовали в опросе и в жизни бренда. Вовлекающих постов огромное множество. Вы можете купить какую-то книгу с загадками и, к примеру, каждую пятницу или каждый понедельник публиковать одну из загадок, чтобы люди ее отгадывали. Это достаточно интересно и является развлекательным контентом. Есть, например, полезные посты. Это новости по вашей тематике, полезные советы, истории, притчи, кулинарные рецепты, тематические подборки. К примеру, топ-5 советов от лучшего видеографа. Или что-то такое, что максимально полезно вашей аудитории. Что им будет интересно и чем они захотят делиться. Есть коммерческие посты. Коммерческие посты — это ваша реклама, это то, что вы продаете. Только очень прошу вас, если вы хотите продавать в лоб, напрямую, продавайте, но таких постов делайте не очень много. Коммерческие посты интересные, когда там завуалированная реклама, когда скрытая реклама, скрытый маркетинг. Вы можете делать интересный пост про вашего друга, который купил какой-то продукт или отоблысение препарат, например. И он долго-долго-долго пользовался, у него ничего не вышло. И в итоге он нашел вот такое решение, которое ему помогло, к примеру. То есть пост должен быть интересным, увлекать вашего слушателя и запоминающимся, чтобы у людей он вызывал эмоции положительные, чтобы его лайкали и репостили, чтобы людям было это интересно читать. Если вы публикуете пост, например, покупаете оскорбинку, никто не будет на это обращать внимание, никто не будет делиться, никому не будет это интересно. Хотя бы публикуйте интересную картинку. А про друга, который избавился от облысения, это уже более интересно. Есть опять же развлекательные посты, это какие-то шутки, юмор, цитаты, тематические видео. Что-то, где можно отдохнуть и что собирает много лайков. Опять же, это мимишные посты с теми же котиками, шутки, анекдоты, юмор, смешные картинки, смешные видео популярные и так далее. То, что собирает много лайков, что приведет вам новую аудиторию. Есть несколько типов коммерческих постов. Первый тип – это новости компании о продукте. То есть цель в том, чтобы осведомить, повысить узнаваемость продукта, придать интерес к этому продукту, рассказать о нем. Не публикуйте скучные новости, чтобы просто рассказать о продукте, о полезности даже продукта. Публикуйте что-то интересное, рассказывайте интересную новость. Плюс есть акции скидки-распродажи. Цель – стимулирование продаж. То есть вы можете акцию, например, 50% купить в течение 3 часов или до конца дня и получите 50% на нашу продукцию. На матрас, например. Есть тизеры с продолжением на сайте. Я уже в начале видео об этом рассказывала. Цель у них такова, что это приведет трафик на сайт и вызовет интерес у ваших зрителей. Это может быть какой-то ролик, небольшое описание статьи, либо чего-то еще, и продолжение будет на сайте. Соответственно, на ваш сайт зайдут тогда люди и прочитают продолжение, увидят что-то новое и интересное для себя. Пост может быть рекламным. Цель рекламного поста – это рост подписной базы продажи. Вы можете рекламировать свой бренд, вы можете рекламировать продвижение. Опять же, нужно, чтобы ваш копирайтер написал пост очень интересно, чтобы пост был прям такой вкусный, хотя бы кликабельный, хотя бы чтобы не делились, хотя бы чтобы кликали на него и переходили. Может быть опрос. Это привлекает внимание к продукту, и вы получаете какую-то обратную связь. Очень часто под опросом люди комментируют. Вы можете оставить один из вариантов ответа, например, свой вариант пишите в комментариях. Люди будут комментировать, начнется обсуждение, тоже довольно-таки интересно. Бывают комбинированные посты, где есть ценная информация и какая-то коммерческая часть. Вы привлечете внимание к продукту и одновременно увеличите доверие к вам и к продукту, и в то же время люди, возможно, вас купят. Что такое контент-план? Это расписание выхода публикации на неделю. Зачем он нужен? Для того, чтобы вы ввели группу с определенной регулярностью. Необходимо поддерживать общение с вашей целевой аудиторией, привлекать интерес к продукту и знакомить с качествами и свойствами своего продукта вашу аудиторию. То есть вы создаете контент-план, где вы будете понимать, что сегодня, в понедельник, у меня выйдет один развлекательный пост, один продающий пост и один пост, который будет давать полезность и все. А, например, во вторник я дам два поста с полезностью, но один из них будет еще и продающим и так далее. То есть вам нужно всегда понимать, сколько постов выйдет, как составить контент-план. Вам нужно выписать 10 основных интересов целевой аудитории вашей и распределить эти темы по дням недели. Не забудьте включить сюда рекламные посты. К примеру, каждый вторник вы будете публиковать ответ эксперта на какой-нибудь вопрос. Каждый понедельник у вас будет проходить игра. Каждую среду у вас, например, будет реклама того-то продукта. Пример контент-плана вы сможете посмотреть на слайде. Пример для интернет-магазина. Например, разместить в 9 часов утра дудл-пост. Потом в час дня разместить дополнительный пост. Например, продающий. В 19 часов разместить шутку. Во вторник разместить утром новость. Днем разместить, опять же, какой-то продажник. Вечером разместить шутку. На следующий день цитата, например, и так далее. Вы обязательно должны составить этот план и понимать, что и когда у вас выходит. Приучать людей видеть эти новости в определенное время. Если вы приучите людей, что, например, каждый вторник в такое-то время будет публиковаться такая-то новость, то они будут всегда ждать эту новость в это время. Пики активности целевых аудиторий с 12 до 13.30, с 15 до 17.00 и с 20 до 23.00. В это время люди больше всего проводят в социальных сетях. Именно в это время вам нужно публиковать самые интересные, самые продающие посты. Именно в это время нужно публиковать рекламу, публиковать покупные посты. Конечно, время меняется в зависимости от целевой аудитории. И опять же, время устанавливается по часовому поясу целевой аудитории. Потому что, если вы публикуете 8 часов по Москве, например, вечера, то на Камчатке этот пост увидят рано утром. Публиковать на выходных в субботу. Новости нужно с 12.13 часов до 16.00. В воскресенье с 12.00 и до любого времени. Обычно люди отдыхают в воскресенье и часто просматривают новости. Итак, дам вам несколько полезных советов по тому, как вести соцсети. Ведите рубрики, обозначайте их хэштегами. Это очень полезно для того, чтобы вы могли всегда ориентироваться в постах, чтобы люди могли ориентироваться в ваших постах. Если им будет интересна та или иная рубрика, они всегда могут нажать хэштег определенный и посмотреть все новости этой рубрики. Например, Daily News или Школа вебинаров, либо картины Ольги Рагулиной, или интернет-маркетинг. Люди всегда запомнят эту тематику и будут смотреть. Запомните, соотношение коммерческих и рабочих простых постов должно быть 30 на 70. То есть коммерческих постов должно быть меньше. 70 более полезных, развлекательных, лучше всего даже 20 на 80. Чтобы продающие посты были продающими и действительно хорошо продавали ваш продукт, их не должно быть много. Обязательно должен быть уникальный текст, уникальный контент. В соцсетях очень много перепостов, очень много людей воруют контент. Это уже всем надоело. Если вы нашли для себя какой-то пост чужой и хотите его у себя публиковать, вы его хотя бы переработайте каким-то образом, чтобы у вас было 70-80% уникальности, чтобы была другая свежая и интересная идея. Запомните, что нет длинным поста. Максимальная длина поста должна быть 2000 символов, не больше. Длинные посты люди не читают. Самое важное – это первые 80 символов. Самые сильные и яркие – это самые читабельные. Люди больше всего обращают внимание именно на них. Человек тратит пару секунд для того, чтобы его заинтересовал определенный пост. Если пост ему не интересен, он его не будет читать. Общайтесь с вашей аудиторией без сложных слов. Пишите так, как вы разговариваете. Общайтесь с людьми понятно и на их языке. Когда вы начнете это делать, люди начнут к вам относиться лучше. Пишите на языке, доступном для ваших подписчиков. Хватит писать какие-то непонятные вещи. Это не значит, что надо писать «вау», «окей» в каждом посту или переходить на мат. Вам нужно, опять же, писать что-то интересное, понятное, и чтобы это было легко читаемо. Пост нужно сделать вкусным. В посте должно содержаться фотография, либо видео, либо аудио. Может быть, какая-то прямая речь. Но сделайте его красиво. Оформите его. Опять же, посмотрите, как текст сделан. Может быть, его нужно как-то выровнять, сделать заметнее. Думайте, как издатели каких-нибудь журналов, а не как маркетологи, и не как владельцы бизнеса. Пишите посты не прям продающие, а как в журналах. Вот почитайте женские журналы и посмотрите, как продают в них. В них очень много скрытой рекламы. Ну, не только в женских, но и в мужских журналах в том числе. Там очень много каких-то историй. Кстати, сейчас очень актуально писать продающие истории. Называется это «сторитейлинг». Когда вы рассказываете историю, как ваш какой-нибудь друг что-то сделал, то есть история покупателя, история, рассказывающая про какой-то бренд и немножко затрагивающая этот бренд. Не полностью продающая, а немного затрагивающая. Людей не интересуют. На самом деле слоганы, призывы, их интересует. Что-то интересное. Если вы пишете просто про вашу компанию, сухой пост со слоганами, никто не будет его смотреть, читать. Никто не обратит на него внимания. Событие должно быть актуально для целевой аудитории, а не с точки зрения красивого кейса. То есть даже если у вас будет какая-то интересная история, супер захватывающая, но если она неинтересна для целевой аудитории, люди не будут ее читать. Они не будут за вами следить, и ваша целевая аудитория просто уйдет. Самый эффективный инструмент — это миф о существовании суперинструмента, о существовании фанатов. Невозможно нарастить каким-то образом легким и простым количество поклонников. Нет какой-то кнопки, которую вы нажмете, и люди к вам все сразу же побегут. Необходимо с этим работать. Вы должны общаться со своими потребителями. Не забывайте, если сообщество у вас совершенно небольшое, оно вырастет. В небольшом сообществе можно очень много продавать, если люди постоянно общаются. Не стремитесь к огромному сообществу, стремитесь, чтобы люди у вас общались. Очень распространенный миф, что мы позовем много людей, и они начнут общаться. Никогда такого не будет. Зайдите в большие крупные сообщества, посмотрите, сколько там людей общаются. Немного. Очень часто большие сообщества — это просто контент и все. Причем эти сообщества собирают к себе часто какие-то более мелкие сообщества, и их контент лучше обсуждается и лайкается. В вашем сообществе необходимо вовлекать посетителей в обсуждение. Люди должны общаться, должны разговаривать, должны что-то там делать и проявлять активность. Индивидуальная работа с участниками групп для увеличения активности. Вы можете вызывать отдельно человека, например, Пася Пупкин. А как ты думаешь об этом? А что Петя думает? А Аня? А Люба? А еще кто-то? Что вы думаете об этом? Общайтесь с людьми, вызывайте их на диалог. Тогда люди будут с вами общаться. Обязательно нужно приглашать в сообщество новых участников, следить за этим, спрашивать у ваших подписчиков, могут ли они позвать кого-то еще. Простить, репостить. Это очень хорошо работает. Проводить активность. Конкурс, опрос, голосование, игру. Это всегда работает прекрасно. Если люди будут этим делиться, это еще сработает на их друзей. Опять же, проводите исследования путем опросов. Или чтобы люди писали в комментариях. Проводите, например, маркетинговые исследования, которые могут выявить что-то для вас в вашей соцсети. Работайте с сообществами друзьями, с сообществами ваших партнеров. Например, у вашего бренда есть несколько партнеров, и вы можете договориться с этими брендами, что вы можете кросспостить эти новости, и они будут тоже кросспостить ваши новости, перепостивать, публиковать, рассказывать в других сообществах о вас, призывать туда вступить. Либо, например, рассказывать какую-то очень интересную, актуальную новость. Помните про генерацию контента 30-30-30. Поощряйте людей, которые будут вашими адвокатами бренда. Всегда с ними общайтесь. Поощряйте людей, которые делятся вашей информацией. Давайте им какие-то интересности, небольшие бонусы. Всегда будьте благодарны. Отдавайте им много интересного и полезного. Тогда это вам вернется еще больше. Не забывайте, что ваше сообщество нужно забрендировать и очень красиво оформить. Брендинг в сообществе играет очень важную роль. Обязательно разместите ссылку на ваш сайт. Описание интересное. Меню красиво оформите. Например, вики-меню можно отлично оформить. Отличный кейс был у группы «Музыка». Вы можете прямо сейчас зайти и посмотреть. Это когда-то была очень небольшая группа, и ребята ее раскрутили. Они придумали вики-меню, в котором можно выбрать музыку любого стиля и послушать ее. Получается, что очень просто в одном месте размещается вся музыка. Рок, рэп, поп-музыка, музыка для бега и так далее. Как только они это опубликовали, за первую неделю к ним добавился 1 миллион человек. Представьте, это огромное количество за счет того, что они сделали очень интересное и актуальное меню. Обязательно работайте с негативом. Если вам пишут какие-то негативные комментарии, не удаляйте их. Если это, конечно, не мат и не оскорбление ваших участников. Если пишут какой-то негатив про вашу компанию, общайтесь, обсуждайте, в чем была причина. Вполне возможно, человек что-то просто недопонял. Удаляйте спам. Очень часто люди будут писать какую-то рекламу, рекламировать свои продукты, особенно если у вас популярное сообщество. Следите за этим. Удаляйте этот спам и этих людей. Технически настройте сообщество красиво. Выберите, могут ли люди публиковать контент или не могут. Что удерживает людей в сообществе? Людей удерживают, когда в сообществе есть друзья, единомышленники, люди с такими же интересами, люди, которые делятся контентом и которые также общаются. Если там будет такое же количество людей, тех, кто имеет те же самые интересы, то люди начнут общаться, удерживать свой контент. Если вы публикуете свой уникальный интересный контент, его больше нигде нет, он содержит полезную информацию, возможно, удерживает вторичный контент. Если вы взяли его из какой-то группы, либо еще откуда-то, вы можете это указать, что контент взят из этой группы, либо переработать его и сделать более интересным уже вот свою группу. Вам нужно сделать так, чтобы люди общались в вашем сообществе. Что же стимулирует людей общаться? Стимулирует признание. То есть 5 минут славы. Например, человек выиграл какой-то конкурс, запишите с ним видео. Как он благодарен. Расскажите его историю, что-то интересное. Найдите в вашем сообществе человека с интересной, уникальной историей и поделитесь ей. Ему будет, во-первых, очень интересно, приятно, расскажет всем своим друзьям и, возможно, привлечет дополнительных подписчиков к вам. Отмечайте людей, ставьте хэштеги, ставьте ссылки на людей. Публикуйте контент, значимый для людей, где люди сопереживают, обсуждают, когда есть чувство единения, совместные переживания у аудитории. Например, все столкнулись с одной и той же проблемой, и только здесь они нашли какое-то решение. Это очень хорошо работает. Соответственно, единство интереса. Когда у людей один какой-то интерес, например, они все сноубордисты, они будут сидеть в этой группе, потому что им это все интересно. Создавайте ядро лояльных участников. Вам нужно уделить отдельное индивидуальное внимание для вот этого ядра. Вы должны общаться с этими людьми. Опять же, у вас должен быть отдельный менеджер сообщества, к которому всегда можно обратиться и задать какой-то вопрос. Привлекайте людей к совместным обсуждениям. Горячим темам. Привлекайте людей, чье мнение важно для вашей аудитории. Например, я уже говорила, что Игорь Ман является авторитетом в среде маркетинга, и для маркетологов его мнение очень важно. Если вы берете какую-то ту или иную тему со ссылкой на Игоря Мана, тему, которую люди все активно обсуждают, то это затронет эту тему еще больше, люди начнут ее обсуждать еще больше. Тем вы сделаете тему более интересной для вашей аудитории. регулярно комментируйте контент в лентах известных личностей, на которые вы подписаны, в группах популярных. Пишите у них ответы, комментарии, тогда люди заинтересуются вами. Устраивайте онлайн и офлайн встречи. Обязательно на этих встречах проводите конкурсы. Устраивайте интересные мероприятия, чтобы люди знакомились. После того, как вы начнете эти встречи проводить, люди даже сами уже продолжат проводить эти встречи, и им это будет очень интересно. Не забудьте привлечь уже существующих клиентов к вам в группу. Помните и рассказывайте на вашем сайте то, что у вас появилась интересная тема в группе, либо просто появилась группа, если вы ее недавно создали. Сделайте рассылку. Особенно в рассылках всегда указывайте соцсети, чтобы люди заходили на них. Пишите еще больше полезной информации у нас есть в соцсетях. Люди должны вступать в эти группы, общаться в них. Найдите людей, которые очень популярны у вашей целевой аудитории, и пригласите их, чтобы они общались в вашей группе, либо хотя бы оставили несколько комментариев. Людям это будет очень интересно, полезно для них. Они скажут, о, как интересно, о, ничего себе этот комментарий оставил такой-то важный человек. Следите за своими группами, и у вас все будет хорошо. Я вас люблю, целую, обнимаю, мои любимые, дорогие подписчики. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Пишите комментарии, понравилось ли вам это видео. Ставьте лайки, либо дизлайки, если вам не понравилось. Пишите, как можно улучшить мои видео и мой канал. Я очень рада буду вам ответить на все ваши вопросы. Пока-пока!